Сегодня в РФ состоялось объявление списка и брифинг Валерия Карпина, списка состава перед матчами со Словакией и Словенией. Главная, конечно, сенсация – это вызов, на мой взгляд, вызов Артема Дзюбы из «Зенита», Дениса Глушакова из «Химок». Ну и сенсации помельче – это Терехов из Сочи и Агаларов из футбольного клуба «Уфа», которые хорошо себя проявили на этом отрезке. И Карпин объяснил по каждому конкретно, были заданы вопросы. Естественно, основной пласт вопросов был по Артеме Дзюбе, по тому, как его вызов воспримут. И восприняли уже, почитайте Инстаграм сборной, какие там отклики. Логичное замечание Карпина о том, что изменить такое отношение к себе Дзюба может только голами. Посмотрим, как будет и попадет ли Дзюба из расширенного списка в основной список уже для подготовки к Словакии и Словении, сборной которой он, кстати, забил два гола в начале отборочного цикла. Смотрите пресс-конференцию Карпина. Я напоминаю, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет моим подписчикам эксклюзивный бонус. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, забирайте фрибет до 3000 рублей по промокоду BIGGY. Почему они в расширенном составе? Я считаю, что это понятно. Будут еще вопросы, но это понятно. Добрый день. Старт сезона был до первых наших матчей в сентябрьских. Конкретно про Дзюбу говорить. Он какие-то игры и не играл. Те, которые игры играл, наверное, все об этом говорили. Все понимают, что не лучше, наверное, образом. Последнее время, последний, допустим, матч с того, что я помню, не то, что я помню, то, что он играл против Ахмата, да, выглядел получше. Тем более, это расширенный список, не окончательный список. Еще до сбора по 3-4 матча некоторых команд будет. Поэтому попал в расширенный список. Ну, а дальше будем посмотреть, как будут все вот эти футболы. футболисты, которые попали в расширенный список, как еще дальше будут себя показывать. Андрей Данков, НКП «Спорт». Валерий Георгиевич, а насколько этот список вообще расширен? Сколько останется к началу сбора? Сколько будет вызвано? И немножко поподробнее о планах. Как вообще все, за сколько времени вы собираетесь? Что делаете? Где тренируетесь? Когда идите, когда? Ну, по поводу список, он расширенный, да. То есть, в конце концов, я думаю, что опять же, посмотрим уже на опыте, так скажем, сентябрьских матчей, посмотрим, сколько человек все-таки приедут в команду. Вернее, доедут до команды. И в каком состоянии травмированы, травмированы. Ну, предварительно, я думаю, что, если мы говорим про полевых игроков, я думаю, что их должно быть, где-то будет, наверное, 22-24 футболиста максимум. Ну, плюс там 4, допустим, вратаря. Или 5, опять же, может быть, еще Виталий Витальевич может еще порешает. И, может быть, и 5 будет. Вот, по поводу наших планов, ну, 3-го, 2-го, 3-го октября тур. Соответственно, 2-го, те футболисты, когда 2-го будут играть, 3-го уже будут в Новогорске, которые играют 3-го числа, у которых тур 3-го, 4-го тоже прибудут в Новогорск. И там начинаем подготовку до 10-го числа там, 10-го вылетаем в Казань. Ой, 10-го, 7-го числа вылетаем в Казань. И, соответственно, 8-го в Казань и рай. Спасибо. Андрей Панков, чемпионат. Олег Григорьевич, по Злышакову. Все очень давно ждали сборной, по тому, как он играл. В сентябре не попал, сейчас попал. То есть, что изменилось в его игре и почему вы обратили на него внимания? Хотя многие считают, что он уже ветераном, но некоторые считают, что он все еще в порядке. Почему Глышаков сборный? То, что его считают ветераном, считать ничего не надо. Да, он ветеран. Что-то считай, не считай. То есть, 30-34, по-моему. Да, ну это уже возраст, так скажем. В футболе ветеранский, не знаю, что ему надо заканчивать завтра, естественно. Люди и до 40 играют. Что изменилось, продолжает показывать хороший уровень готовности, подкрепленный еще и голами. Это раз. Плюс еще, опять же, потеря Загнина в этой зоне тоже сыграла, наверное, свою роль. Хотя был бы Рома тоже в порядке. Был бы еще и Рома, например, скорее всего. Вопрос тоже, опять же, по новичку сборной. Это Антон Зиньковский, полузащитник Крым и Советов. Почему вы его вызвали? И, опять же, чем вас впечатлил, и почему, опять же, по выбору на полу футболистов из команды второй половины таблицы РПЛ? Давайте так, по поводу второй половины таблицы РПЛ. Людей вызывали, бывали случаи, вызывали из первой лиги, так скажем, не только в России. То есть уровень игрока, или уровень, вернее, игры, той, которую показывает Зиньковский, поэтому позволило ему попасть в расширенный список. Опять же, дайте так, чтобы иллюзий не было ни у кого, ни у вас, ни у футболистов. Это расширенный список. Окончательный список будет, наверное, числа 27-го, то есть после того, как еще пройдут матчи. И сегодня даже матчи еще есть, и следующий тур. Так что где-то окончательный список будет ближе, то и дайте, тогда посмотрим, кто там в нем останется, кто не останется. Все футболисты, которые вызываются в сборную, ну, естественно, чем они нам понравились, игрой своей. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Георгиевич. По поводу, вы сказали, расширенного списка, могли бы вы пояснить логику этого расширенного списка? Потому что, по сути, вызваны все более или менее заметные футболисты РПЛ. Почему необходим расширенный список? Это первый момент. И второй, по Гамиду Агалару, ваша характеристика этого нападающего из Уфа? По поводу расширенного списка, почему он нужен? За две недели надо давать список, да. Поэтому мы его даем сейчас, даем его расширенный, понимая, что, во-первых, кто-то может себя еще проявить, даже на данный момент, может быть, не лучшим образом прям себя показывать. Но, опять же, еще 2-3 тура, прошло всего 2 тура после сентябрьских матчей. Еще 2-3 тура пройдет сейчас, мы посмотрим еще. Поэтому он расширенный такой. И по поводу, как 2 Агаларова, по поводу Агаларова из Уфы, которым его заберут. Ваша характеристика этого нападающего. Он много забивает. Но тут есть вопрос по поводу молодежной сборной. И Агаларов, и Тюкавин могут играть по возрасту за молодежку, они вызваны в первую сборную. Они не вызваны, это расширен список, еще раз. Они находятся в расширенном списке. Будут они вызваны 20 какого-то сентября. То есть кто-то из этого, ну кто-то, там человек 5-6-7 в окончательном списке, естественно, не будет. Поэтому, возможно, это кто-то из них. Ну, то есть в данном случае применительно к Агаларову и Тюкавину, это, ну что ли, заметили и подбодрили? Нет, не заметили, нет. То есть подбодрили, заметили, да. И поэтому они попали в расширенный список. Они могут в нем остаться? Конечно, могут в окончательном списке. Сейчас Агаларов продолжит, еще забьет 5 голов. Тюкавин забьет еще 8 за 2 игры. Ну и в этом списке, значит, может быть, останутся. А может быть, так как Тюкавин вчера, допустим, не попал в основной состав, может быть, Тюкавин вообще больше не будет играть. Ну, в Динамо, я имею в виду. Поэтому, возможно, из этого списка, в окончательном списке, возможно, его и не будет. По травмам, по травмам воркоз, просто тот же Самошников, да, у него было повреждение. В каком он сейчас состоянии, так как он в составе, можно ли говорить, что ему очень серьезно позволит ему сыграть и еще по кому есть вопросы, ему по травмам. Вот поэтому это продолжение вопроса по поводу расширенного списка. Вот сегодня играет Рубин с Зенитом. Будет играть Самошников или не будет, но я прямо сейчас, я не могу сказать. И Караваев, собственно, тоже самое. И Караваев, собственно, тоже самое. Караваев, да, восстанавливается после травмы. И, возможно, опять же, там сегодня нет, а в следующих матчах уже, возможно, возможно, как пройдет восстановление, возможно, примет участие. Поэтому он и расширенный. Валерий Георгиевич, Вы после первых трех игр говорили, что особый требование к физической готовности игроков предъявляет. Сейчас тренерский штаб, когда отсматривает игры сборных, он физическую готовность на глаз определяет или имеет доступ к каким-то материалам, которые предоставляют клубы по функционалу игроков? Да, естественно, есть статистические данные от компании «Инстад». У всей лиги они есть, поэтому, естественно, мы получаем все данные. А от клубов внутренней информации, если Вы попросите, нет? Нет, внутренней информации, прям вот статистических данных нет. Ну и опять же, смысла не вижу запрашивать статистические данные по поводу тренировок, условно. Да нет, я имею в виду, что это все больше статистических показателей, локтавки и прочее. Нет, эти показатели, это естественно, есть. Для этого есть доктор, который созванивается после каждого дура и в течение недели. На контроле всего у Владимира все это есть. Еще такой момент, учитывая, что это Зюба и Сукалин в расширительном составе, можно ли сказать, что Вы испытываете дефицит действительно игроков в состав сборной именно сейчас? Считывая, что Вы включаете игроков, которые кто-то нельзя попадает, кто-то не забивает? По-моему, 5 нападающих попало в заявку. Вы считаете, что дефицит есть? Ну, просто я начал с вопроса про Зюба. На 3 матча было вызовано 3 нападающих. Нет, Вы считаете, что дефицит? Ну, может быть, не знаю. Я как раз, если на конкретность, мы говорим про Центрального нападающего, 5 человек попали в расширенный список, но я считаю, что там дефицита, наверное, нет. Дефицит у нас есть, да, мы понимаем, наверное, все тоже не будем ничего греха таить. С крайними, так скажем, с крайними защитниками. Как раз по крайним защитникам, то в молодежной сборной Вы там не присматриваете кого-то, кто может в составу молодежной сборной усилить сборную первого, по крайним защитникам? Нет, просматриваем, да, просматриваем не только молодежную сборную, но просматриваем весь чемпионат или всех российских игроков, которые где-либо играют. Так же и в молодежной сборной тоже просматриваем, разговариваем, решаем. Так же, как, условно, Агаларов, это же игрок в молодежной сборной, но, вернее, по возрасту, так же, как и Тюкавин, так же, как Прохин. Например, в голове там, понятно, что где-то держим, но надо это, вернее, не в молодежную сборную с уровнем показывать, или не только. Сначала надо уровень суборную показывать в своих клубах, но потом уже сборная, будь то молодежная или будь то первая сборная. Еще раз, вы говорили, то, что вызывались люди в истории российской сборной из первой лиги, Николай Безарев был замечен на днях на матче как раз ФНЛ-Торпедо-Оренбург, он там просто пришел по старой памяти посмотреть на торпедо, или как это просматривал? Ну, играли лидеры ФНЛ, на данный момент лидеры ФНЛ, которые Николай Николаевич присутствовал, посмотрел, да. Никого не нашел? Как видите, никого не нашел, расширено в списке. Сергей Георгиевич, по смолу вопрос. Перед Евро Станислав Черчесов объяснял, что по наблюдению их штаба Федор не всегда справляется ментально, там, психологически, с ролью запасного игрока, и это негативно влияет на коллектив. Собственно, поэтому он не в составе. Вы по своему опыту столкнулись ли с такими проблемами, заметили ли что-то в этом плане? Ну, по моему опыту, как говорите, я думаю, что и вы заметили, что никаких проблем не было. С Хорватии Федя не играл. В хорошем настроении, так скажем, вышел на Кипр и на игру с Мальтой. Что, в принципе, вы это и увидели. Поэтому проблем с этим вообще, по-моему, никаких. Вопрос к линии защиты. Ну, довольно вы, наверное, видели, что у нас Бергиджики все-таки под большим противодавлением, и Спартаке постоянно в основном составе, и Сборно – основной защитник. Вот вы вызвали Станислава Макеева и Злокомотива. Как вы вообще смотрите, возможно, в этих матчах, или в ноябрьских матчах, используете именно связку центральных защитников, макеев Дивеев? Если вдруг в Шике что-то произойдет, это в плане, ну, устать физически. Как я вижу, ну, нормально это вижу. Ну, поэтому мы вызываем там, и, допустим, опять же, с Мальтой играли Дивеев и Осипенко. Ну, а вы вообще можете Макеев оценить как центральный защитник? Как игрока сборной России. Вы хотите какую ошибе оценку? По десятибалльной шкале или как? Что значит, как вы оцениваете? Оцениваем высоко, поэтому он в расширенном списке. Ну, сегодня, когда обсуждали список, тренерическим штабом, да, проскочила фамилия Алексея, да. Ну, наверное, больше всех, лучше всех, ну, тоже больше, а лучше всех, наверное, из всех присутствующих, я имею в виду, тренерическому штабу людей, наверное, я его знаю лучше всех, то есть два года в Ростове он у меня был. Ну, фамилия проскочила, да, ну, пока не вызываем. Федор Погрешова вы рассматриваете как центрального защитника или как крайнего защитника? И как центрального, и как крайнего. Думаю, что он может сыграть и там, и там, в зависимости от задач на конкретный матч. Но другое дело, что он, опять же, это расширенный список, так как надо высылать за две недели до начала сбора высылать или рассылать приглашение, поэтому он попал в список, но пока он еще не сыграл там ни одной минуты, начиная, там, последний матч его, это мне не изменяет память, была на чемпионате Европы в Дании, да? Так что он попал в расширенный список, так как еще есть туры, будем за ним следить, будет ли он играть вообще или нет. Еще вопрос по вратарской бригаде, не знаю, к вам никто. Не ко мне. Наибольшие изменения, как раз в вратарской бригаде, да, два и как раз два вратаря из пяти, были заменены. Как-то объясните, это прокомментирует. Еще раз говорю, не ко мне вопрос, честно, не знаю. Я говорю, сколько раз я говорю, я и не знаю. Виталий Витальевич, кто у нас едет, кого мы вызываем на сбор? Вот эти фамилии были названы, я говорю, все, окей, хорошо. Виталий Витальевич, Алексей Миранчук не так сейчас много играет, вот последние трех матчей. Не так много играет? Да. В целом, я имел в виду, что вы говорили, что он должен заслужить игрок, а вызов. Сейчас именно по своей игровым кондициям и просто по физическому состоянию того броня стоит, чтобы иметь не до расширенного, а вот уже после. Для начала, давайте так, наверное, не соглашусь по поводу того, что он мало играет, он, по-моему, в сентябре, перед сентябрьскими матчами еще меньше играл, если мне не изменяет память. Тогда он, по-моему, в основном составе, по-моему, ни одной игры не сыграл. В «Италанте», я имею в виду. Вот сейчас он стал играть больше и пару матчей, по-моему, в основном составе уже выходил. Так что он находится в нашем расширенном списке и, опять же, дальше будем посмотреть. То есть таких, давайте так, игроков уровня Мирончука, именно конкретно уровня, не состояния на данный момент, а именно уровня игрока, уровня мастерства, он, наверное, не так много в России, поэтому и Алексей тоже в этом списке. «Вопрос по Зелимхану Бакайлу, устраивает для вас нынешняя форма и выборение игры?» «Сложно оценить форму, когда Зелимхан выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше, зная его, так скажем, опять же, его уровень, если в этих турах, дай бог, для сборной, и для него, и для сборной тоже было хорошо, если у него будет получать больше игрового времени, тогда сможем оценить». Валерий Иванович, я посмотрел на реакцию болельщиков на вызов Дзюбы из Инстаграма. На вызов? На вызов Дзюбы из Инстаграма сборной России. Но, в общем, добрых откликов там не так много. На ваш взгляд, является ли это проблемой для вас, как главного тренера, потому что достаточно много негатива вокруг Артема и как ему это изменить и применить на их сборной? Это проблема? Я считаю, что, опять же, еще раз, вызов, вы сказали, вызов Артема Дзюбы в сборную, да? Вызов Артема в сборную. Попадание в расширенный список Артема Дзюбы, там негатив или негатив, как это изменить, только голами, как я понимаю. Ну, то есть, это не проблема? Нет, я считаю, что нет. И второй момент, я не соглашусь с коллегой по поводу того, что Миранчук мало играет, он выходит и в основном составе, что было не так часто, но другое дело, что его игра вызывает крайне негативные отклики местной прессы. На ваш взгляд, вы разговаривали с Миранчуком не по поводу откликов пресса, а по поводу его игры. Почему там не получается? Может быть, он какого-то совета спрашивал, и как вы оцениваете его игру за Аталанта в тех матчах, когда добрых слов там не было? Я бы в отрыве не оценивал его игру, конкретно его игру, но в отрыве от команды, то есть тем матчем, который Аталанта играл, опять же, не хочу сейчас, и не могу, и не должен, наверное, оценивать игры ни одного из клубов, кто-то лучше, кто-то хуже, но я просто в отрыве от общекомандных действий, так скажем, я бы этого не делал, то есть да, все, и тот же тренер Аталанта и Гасперини, все говорят об этом, и все ждут, когда же Алексей там покажет то, что от него все хотят видеть, или там все ждут, то, что пока что-то где-то не получается, но то, что опять же, тренер, который его тренирует каждый день, говорит о том, что потенциал у него огромный, сейчас он не ведущий игрок, на котором он должен стать, наверное, все его читали тоже, почему не получается, но, наверное, если бы кто-то знал, почему не получается, наверное, тогда кто-то что-то изменил, пока так. Валерий Георгиевич, Артем Дзиба вернулся в сборную и до Синтианских игр он был капитаном команды, сейчас четкого капитана нет, как вы уже сказали, может любой игрок стать капитаном, после возвращения Дзиба, что-то поменяется или такая же схема? Если он вернется, еще раз, если он вернется, то эта схема, которая приняла команда на первом сборе, она продолжится. А тогда в догонку, а Дзиба сможет в эту схему лениться, как один из капитанов? Ну, на какой-то матч, возможно, да. Нет вопросов? Олег Георгиевич, по поводу Головинача вопрос, он вновь забил за клуб, но не кажется ли вам, что он сборной должен проявлять себя ярче? И почему этого не происходит, по вашему мнению? Почему Головина не так ярко в сборной и не выходит на первый ролик? И второй момент, по вратарям, вы говорите о том, что на эти вопросы должен отвечать Виталий Витальевич. Возможно ли в дальнейшем приглашать Виталия Витальевича на пресс-конференции, чтобы он отвечал на вратарский вопрос? Ну, по поводу приглашения Виталия Витальевича, если он свободен, если он занят, вы знаете, занят в Ростове, если ему позволить его график, наверное, да. И, я первый... Альпа Головин, Головин ярко себя проявляет, как вы говорите, там условно, в Монако, или ярче, чем сборный. Потому что забил гол, потому что отдал передачи в этих там двух матчах, в которых он играл против Хорватии и Кипра. Там он результативными действиями не отметил, значит, он не так ярко играет. Ну, это как бы можно отходить пешком всю игру и забить гол. И тогда это ярко. А можно проделать ту огромную работу, которую делает Головин, делал Головин сейчас конкретно если мы говорим про сентябрьские матчи и ту пользу, которую он принес, она, возможно, даже ярче, чем какие-то голы и передачи. у меня вопрос про Терехова. Как вы оцените этого футболиста, все-таки достаточно возрастной и опытный парень и что о нем скажете по поводу его действий? И вопрос по Дзюбе, связан ли... может по одному вопросу, я забываю потом, когда начинаю на один... По поводу Терехова? По поводу Терехова, ну, был понятно, он был в хорошей, в бешеной форме, так можно назвать, до сентябрьских матчей, с учетом того, что дефицит крайних защитников есть, Караваев, пока непонятно, в каком состоянии, непонятно, в каком, задавали вопрос по поводу Самошникова проблема, так не проблема, скажем, есть дефицит, поэтому Терехов вызвал, его там, квалификация, я думаю, что позволяет ему играть на уровне сборной, другое дело, опять же, там, вчера, тоже не весь матч, не в основном составе вышел, возможно, еще пока далека от идеала, в связи с травмой, но, опять же, еще раз повторяю, то есть, игр еще более чем достаточно, и на Кубок Игры есть, и в Чемпионате России, игры есть, в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, многие клубы участвуют, так что, информации будет более чем достаточно до начала сбора нашего. Сейчас будет второе, но я могу выступить. Завершу? Давай. Была ли персональная беседа Максима Котенкова, значит, была ли персональная беседа с Лушаковым, как те беседы, которые вы проводили перед прошлыми сборами? Ну, персональная беседа, наверное, это трудно назвать, да, я с ним созвонился, спросил по поводу его желания играть сборной, и все, об этом поговорили, что да, он готов, да, он хочет, мечтает, какого вы называете, и готов на все. Созванивались ли вы с Дзюбой? Так, это логичный вопрос. Какова его реакция была на ваше предложение готов к Леону Зубой? С Дзюбой я не созвонился, с Дзюбой я встречался, вы знаете, не помню, какого это числа было, когда я в Питере встречался со всеми, ну, не со всеми, а с теми футболистами сборной, в середине августа, вот, так что, чего часто звонить? Если, например, молодежный сборный поступит, соответственно, запрос, чтобы играли, ну, тюкарно, агалар, они продолжительно хорошо проявляют, готов ли вы их отпустить именно в молодежную команду, а не брать с собой? Если поступит, например, такой запрос, от Канглоктил? Так, если они будут нужны первой команде, они останутся в первой команде, естественно. Недавно Владимир Кусин прокомментировал лимит на легионерах, на что вы ответили? Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что вы не знаете. Сказали же, по расширенному списку вопрос? Нет. Ну, значит, в следующий раз. Мы договорились о формате заранее. Спасибо. Вопрос про сборную Словакию и сборную Словению. Насколько вы уже успели изучить эти команды, насколько вас впечатлило или не впечатлило те игры, которые появились в сентябре? Нет, изучили, ну, да, естественно, изучали, даже до сентябрских еще матчей изучали, понятно, соперников, те, которые были Хорватия, Кипр и Мальта, но уже тогда, естественно, смотрели и Словакия со Словенией, плюс добавились вот эти по три сентябрских матча, также их посмотрели, также их разбирали, разобрали, так скажем, и впечатления, так скажем, именно конкретно, если вы говорите про три матча, то они разные, разные соперники, соответственно, разные результаты, поэтому из каждого матча там черпаем понятную информацию, хорошие, добротные, так скажем, добротные сборные европейского, ну, уровня, сейчас мы не говорим про уровень, естественно, тоже не надо лукавить там ни Франция, ни Англия, ни Испания, да, да, но, как я уже говорил, мы никого не сильнее, но и никого не слабее, так что, нашего уровня, наверное, дает сборную. Кому-то выделите персонально от Амилии? Нет, не буду выделять, Футболистом выделим. При вызове Дзюби, при решении под Дзюби Бараловский в расчет то, что Словении забил глаз так, играть на второй матч, и применительно не только по его результативности, но и по формату. Готов ли Дзюба играть в тот интенсивный футбол с прейсингом, что вы требуете в своем нынешнем состоянии? Нынешнее это какое? Вот нынешнее, прямо на сегодняшний день или через две недели будет, которая, допустим. А как мы можем сказать, какое состояние получается? Ну, я прав, поэтому это и расширенный список. Может быть, еще он не попадет в окончательную заявку, так сказать. Ну, он, как и любой футболист. А по поводу того, что он два забил Словении, вы это брали в расчет? Я нет. Я даже не знал, что сыграли. Антон Жилкост получил вывод в сборную, но также в Крыльеве есть еще один перспективный игрок Сергей Пеняев. Рассматривается ли он как кандидат в основной сборной. Можно встречный вопрос? Да. А сколько минут сыграл Пеняев в премьер-лиге? Для того, чтобы рассматриваться в первую сборную. Меньше 200. Ну, по сколько минут играет? Ну, приблизительно полустой. Или меньше, да? Или меньше. в основном составе сколько матчей? Ноль. Кандидат в сборную? Ну, как бы у вас спросить. Ну, где-то на поверхности лежит, ребята. чего? Ну, по-моему. Опять же, молодежная сборная есть. Есть еще там, юношеские сборные. Есть вопросы, ребята? Спасибо большое. Спасибо. Всего-пасибо.